Итак, вы установили Gmail App. В первую очередь, я вам рекомендую закрепить его в вашем браузере. Для этого жмем на иконочку пазла, потом жмем «Закрепить» возле Gmail App и видим, что оно у нас появилось. Теперь мы видим всегда количество непрочитанных писем. Дальше жмем сюда и видим, что у нас загрузились много-много писем. Что мы можем с ними делать? Мы можем посмотреть по ним краткое содержание, поместить их в архив, поместить их как спам, удалить. Можем прочитать, можем послушать и можем открыть в новом окне. А со всем аккаунтом мы можем пометить все письма как прочитанные, написать письмо от лица этого аккаунта и поискать письма по данному аккаунту. Давайте попробуем это сделать. Давайте попробуем узнать, о чем это письмо. Видим, что все работает. Далее мы можем поместить письмо в архив. И видим, что у нас много писем рекламного содержания из социальных сетей, каких-то обновлений. Нам это может быть нужно, а может быть не нужно. Мы можем показывать только важные, либо же отказаться от данной услуги, или же выбрать самим, что показывать, какие входящие письма отображать. Но пока что мне это не нужно. Жму «Отмена». Поведите, как спам. Можно письмо удалить. Прочитать. Это действие можно отменить и послушать. Но прежде чем слушать письмо, мы перейдем с вами в настройки. Тут можно выбрать голос, которым слушать письма. Потому что встроенные голоса ужасны. Тест-войс. Все правильно. Давайте по-тиже сделаем. Отлично. Повыше. И побыстрее. Еще быстрее. Отлично. И попробуем послушать наше письмо. Спасибо. Все работает. Если нажмем сюда, то перейдем в данное письмо в новой кладке. Все хорошо. Далее, если мы перейдем в это письмо по нажатию кладки мыши, то увидим, что можно его еще перевести. Но для того, чтобы перевести, давайте сменим язык. Например, мы говорим на болгарском. Итак, мы хотим перевести вот это письмо. Жмем на «Перевести». Перевелось с английского на болгарский. Давайте вернем язык обратно на английский. Также мы можем добавить новый аккаунт, нажав на знак «плюс». Вводим сюда свои данные, и новый аккаунт появится у вас в списке аккаунтов. Что еще можно сделать? Можно поменять отображение аккаунта, поменять текст и установить другой цвет. Все работает. Также мы можем показать папку «Спам». Все работает. И показать отправленные письма. Но для этого нужно предоставить нашему расширению необходимое разрешение. Мы, конечно же, все разрешаем, потому что я ваши данные не собираю и никак не обрабатываю. К тому времени, как вы увидите этот ролик, скорее всего, данное окно перед вами появляться не будет. Я сейчас заканчиваю проходить процедуру подтверждения своего расширения в Google Chrome. Жмем «Перевести» и все разрешаем. Отлично. Теперь показываем отправленные сообщения. Видим, что все работает. Если вы сталкиваетесь с какой-то ошибкой или проблемой, смело пишите мне вот на эту почту. Она указана также на странице расширения. Есть режим «Не беспокоюсь» для того, кто хочет отключить все уведомления на какое-то время. У нас появляется вот такая иконочка, и мы не будем их получать. Ну, давайте мы его отключим. Также мы можем показывать расширение в отдельном окне. Чтобы вернуться назад, отменить данные действия мы просто жмем еще раз на иконочку. Также мы можем показывать расширение в боковой панели. Для этого идем в настройки, в пункт «Кнопка» и «Открыть боковой панели». Теперь по нажатию будет открываться в боковой панели. Все работает. Но мы это вернем обратно. Что еще важно знать? То, что в нашем расширении есть темная тема, которая включается по нажатию на солнышко. И по нажатию на Луну она переключается обратно. Давайте мы быстренько пройдемся по настройкам, самым важным. Эти настройки я уже самые важные вам рассказывал. Кому интересно, сам посмотрит, на что влияют данные настройки. Также мы можем выбрать звук и громкость уведомления. Например, мы хотим вот такой. Мы можем его послушать. Давайте по тему сделаем. Да. И мы можем настроить вид наших уведомлений. Мы можем настроить, какие кнопки показывать. Например, сейчас показываются кнопки «Удалить» и «Удалить». Давайте проверим. Все работает. Вернем обратно. Выбираем, через сколько закрывать уведомления и что показывать. В нем. Далее. Что еще важно знать? Тут вы тоже проиграетесь. Здесь можно поменять цвет, количество непрочитанных сообщений. И можно настроить режим «Не беспокоить». По нажателю данной кнопки сейчас у меня 7 часов вечера, пятница. Жмем вот сюда. И видим, что режим «Не беспокоить» будет включаться теперь каждую пятницу в 7 часов вечера. Ну, давайте уберем. Жмем «Reset». Окей. Все вернулось. Также мы можем выбрать, какие группы сообщений нам показывать. И с каким звуком. Под каждую категорию сообщений можно настроить звук. Либо же его выключить. И настроить, будут ли показываться данные уведомления. Или же их выключить. Вообще. И звук. И уведомления, показывающиеся внизу экрана. Итак, я показал вам основные функции, самые важные данного расширения. И я надеюсь, что оно будет вам очень полезно и поможет в работе, в бизнесе. И в повседневной жизни. Спасибо. 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 Спасибо.